Девушки отдыхают Девушки отдыхают Но мы все сделаем, обещаю Правда, Ламберг? В угол их потом поставишь А сейчас за работу Весемир узнал что-нибудь? Пока вы носились за вилохвостами и играли с мегаскопом Я осмотрел ум И вот что я заметил Когда его сознание Скажем так, расслаблено Он ведет себя по-другому Когда он засыпает У него движения меняются Взгляды Но только на мгновение Поэтому я Ввел его в транс Сначала ничего не происходило Но когда он впал В летаргическую фазу Я что-то услышал Вздох или стон И это был не голос умы Не представляю Как нам это поможет Тогда молчи Спасибо, Весемир И прости за то, что я тебе наговорила Парни рассказали, что мы собираемся делать? Да И мне это не нравится Но я доверяю тебе Я думал, мы избавились от этого стола много лет назад Ну, я не видел унылого Альберта уже лет пятьдесят Жаль его было выкидывать Я подумал, а вдруг пригодится Ну, сами знаете Я человек старый Ага У каждого деда полный чердак пытошных устройств Ну ладно, и что теперь? Можно начинать Надо только приготовить зелье А почему мы не... Почему не сделали этого раньше? Потому что препараты для испытания крайне реактивны Их надо использовать сразу после приготовления Ты доволен? Геральт, приготовь эликсиры А ты, Эскель, возьми бутыль спирта О нет После прошлой ночи я... И продезинфицируй инструменты Ну, мальчики Раз, два, раз, два Ты не знаешь, кто скрыт в теле ум Так как ты считала пропорции? Сделала несколько... Зелья готовы Инструменты тоже Хорошо Весемир Вытяжка чертова корня, чтобы приглушить боль Я знаю Я это уже делал Эскель Надсеки ему вены и вставь трубки Геральт, расставь эликсиры по подставкам Готово Тогда открывай клапаны В любом порядке Чертов корень подействовал? Если бы он не подействовал Ума уже впал бы в болевой шок И умер Значит, все в порядке? Нет Но в пределах нормы Давай следующий эликсир Я надеялся Я надеялся, что мне больше никогда не придется на это смотреть Зачем тогда оставил стол? Геральт, следующее зелье Что теперь? Теперь будем ждать, пока эликсиры сделают своё дело. День. Или даже больше. Да, вы ждите. А мне придётся поддерживать стабилизирующее заклятие. Организм у Умы не так гибок, как у юного кандидата в Ведьмаке. Без помощи он... Эскель, прости. Ты не мог бы... Сейчас тряпку принесу. Я не верю, что мы это делаем. Вытираем вливотину с пола? Я про испытания. Если там цири, испытание может уничтожить её тело или выжечь эмоции. Ты думал об этом? Я должен. У нас просто нет выбора. Сейчас уже нет. Но мы поторопились. Надо было сначала... Господа, полчища уже не будет. А меня надо бы протереть. Не обижайся, но я бы предпочла, чтобы это сделал Герл. Понятное дело. Я тоже. Это нормально? Да. Тело Умы распадается изнутри. Когда процесс завершится, надо будет сформировать его заново. Или он умрёт. Вам, Ведьмакам, давали для этого мутагены. А мы будем использовать заклинания. Ян, ты засыпаешь. Вот и нет. Вот и да. Тогда сделай что-нибудь, чтобы я не заснула. Могу тебя ущипнуть. Может, позже. А сейчас просто расскажи мне что-нибудь. Слышала историю про то, как мы с Цири катались на коньках? Нет. Не припомню. Той зимой, когда она тут училась, Цири жаловалась, что я слишком суровый учитель. Я сначала пыталась отлынивать, потом она попросила меня покататься с ней на коньках. Я не хотел. Я раньше никогда не ездил, но она настаивала. И только мы вышли на лёд, она начала носиться вокруг меня и кричать. Нет, не так. Работай ногами. Одна, вторая. Перекрест. Нет, плохо. Пяткой не тормози. Ни носком. Нет нужды говорить, что после этого... Он проснулся. Пора. Пора снимать заклятие. Готовь филакторий. Продолжение следует... Нет. Нет. Не позволю. Жёлтый флакон у меня в сумке. Тихо. Слушай. Коль. Коль. Ай, не радов. Невит. Сибирь. Коль. Коль. Каньата. Невит. Арива. Эдир. Перекрест. Открывай филакторий. Каньата. Таро на нерве. Дир. Авалак. Ты знаешь его? Да. Эльф. Айн Эйн. Знающий. Где Цири? Спрятано. Остров. Туманов. Но там... 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 небезопасно. Охота. Чего охота хочет от Цири? Крови. Старшей крови. Чтоб открыть врата. Нельзя. Этого нельзя допустить. Остров Туманов. Где это? Вовсюду. И нигде. Слушай, знающий. Мы снимали заклятини для того, чтобы в загадки с тобой играть. Рейвейн. Арвейн. Хирейн. На Скеллиге. Плыви за ним. В Мглу. Торопись. Быстрей. Я пытался защитить ее. Но проклятие... Охота... Еще не нашла остров. Пока... Это вопрос... Времени. Но... Если она уйдет... Они... Найдут ее... Сразу. Хватит, Геральт. Смерть еще не отпустила его. Он придет в себя? Не знаю. Ты сам видишь. Не все прошло так, как мы планируем. Я сняла заклятие. Испытание уничтожило его организм. Судорожные движения пальцев. Зрачки не реагируют на свет. Я видел это уже много раз. Слишком много. Токсины необратимо повредили его нервную систему. И даже если он выжилет... Вы понимаете. Я еду за Цири. Постой. Тебе не кажется, что ты должен нам... Йеннифер вам все объяснит. Главное, приглядывайте за ним. Он не друг. Может и нет. Но Цири ему доверяла. И отмахиваться от его слов не стоит. Ты слышал, что он сказал? Заберешь Цири с острова Туманов, и охота тут же возьмет ее след. И что тогда? Что ты предлагаешь? Цири не может убегать вечно. Однажды она запнется, и второго шанса у нее не будет. Пора добыча стать охотником. Геральт найдет Цири и приведет сюда ее и охоту. Они понадеются застать нас врасплох и будут очень разочарованы. Мы собираемся с ними сражаться? Мы, пятеро? В этой развалюхе? А у нас есть выбор? Кроме того, зачем откладывать неизбежное? Красавчик мог бы найти еще пару бойцов, которые умеют мечом махать. Или владеют магией. Хорошо, я заберу Цири и найду союзников. Отправлю всех сюда. Есть пара особ, с которых можно стрясти долги. Какие-нибудь приятные девицы? Ага, они самые. А вы что собираетесь делать? Мне придется заботиться об Аваладжи. Он умрет без постоянной магической поддержки. Если я помогу ему, шансы есть. Немного, но все-таки. Мальчики и я подумаем, как встретить наших незваных гостей. Добро. Пора в дорогу. Удачи тебе, волк. И передавай привет ласточке. Возвращайся быстрее, Геррид. Император. Ведьмак. Что тебя привело? Я узнал, где Цири. Наконец-то. Я уже начал думать, не зря ли я обратился к тебе. Привези ее немедленно. Ее преследует Дикая Охота. Цири будет в безопасности только в Каэр Морхене. Это не предложение, а приказ. Я сумею защитить собственную дочь. Сомневаюсь. Дикая Охота — это не те мерзкие щитоносцы и не лучники из Лирии. Если дать им бой здесь, мы поставим под удар всю Визиму. Сотни невинных душ. Вокруг Каэр Морхена никто не живет. Да и твоим войскам будет свободнее. Согласен. Я пошлю с тобой Харуф. Но с одним условием. Командовать будет генерал Ваорхес. Я не могу на это согласиться. А я не отдам войска под командование Ведьмака. В таком случае, думаю, мы не придем к согласию. Прости, что занял твое время. Приведи мне Цири. Да. Если она согласится. Геральт, здравствуй, мой дорогой. Ну, подойди ко мне, не стесняйся. О, извини, но я здесь. Тише, тише. Я отлично знаю, зачем ты здесь. Они ждут. Сюда, пожалуйста. Хорошо, наверх. Ну, чтобы благородного человека пугать Батагану за то, что предолтарен... Ведьмак, Геральт? Давай, наверно. Шеф уже ждет. А, Геральт? Хорошо. Ты не мог выбрать более уединенное место, чтобы обсуждать покушение? Все только о нем и думают, а многие сами бы за него взялись. Бояться нечего. Кроме того, это место с традициями. Здесь Фалька замышляла свое восстание. И, кстати, покушение на короля Вреданка. Ты, значит, равняешься на Фальку? Ее восстание изменило ход истории. И я рад, что ты решил к нам присоединиться. Я здесь только из любопытства. Но ты нам поможешь? Посмотрим. Сперва я хочу узнать, чего ты от меня ждешь. Думаю, моего товарища представлять не нужно. Роше, ты здесь? Безработные шпионы должны держаться вместе. Когда-то ты защищал одного короля. Теперь готов убить другого? Гордиться тут нечем, но... Я взвесил все варианты и не вижу ничего лучшего. Родавид уже не раз доказал, что его заботят только собственные интересы. Он вторгся в Каэдвен, когда тот умолял о помощи. Когда я попросил его поддержать в Изиму, он выставил меня за дверь. Начинается решающий этап войны. Так что действовать надо быстро. У меня не осталось никаких иллюзий. Свободу Тимерии принесет только смерть Родавида. Как так? Мне казалось, Родавид союзник Тимерии. Только до тех пор, пока мои партизаны ему нужны. Выиграв войну, он не станет отходить к прежним границам. Он мечтает построить Северную Империю. Пока он жив, Тимерия свободной не будет. Ну, хватит о политике. Мы не за тем собрались. Родавид угрожает жизни Трис и Йеннифер. Вероятно, это для тебя более важно. Ладно, и что вы хотите от меня? Один наш товарищ поехал на встречу с информатором и до сих пор не вернулся. От того, что он узнал, зависят все наши планы. Надо его найти. А лучшего следопыта, чем ты, мы не знаем. Следопыт-то, значит? Ну-ну. Может, еще что-нибудь расскажете? Например, где вы вашего товарища последний раз видели? Он выдает себя за странствующего сапожника. Он должен был переправиться через Понтор и, скорее всего, прошел чемпионат. Вы посвятили риданского солдата в план убийства риданского короля? Ох. А когда простые солдаты замечают, что... Ладно, я... Спасибо. И помни, от твоего успеха зависит будущее. Исход войны, судьба Тимерии и всего Севера. Я понял. Попробуй не опозориться. Увидимся. Мы рассчитываем на тебя. Тебя видели? Только мадам Сиренити и твой Слушка. А снаружи? Никто. Что, нервничаешь? Нет, я просто осторожен. Геральт из Риви. Живой и здоровый. Мне нужна твоя помощь в Каэр Морхене. Я хочу привезти туда Цири, а за ней должна появиться дикая охота. Ты не отвернулся от меня, когда я был в беде. И я отплачу тебе тем же. Благодарю. В бою, который нас ждет, твои умения могут оказаться незаменимыми. Я подумаю, брать ли с собой Бьянку. В любом случае, до встречи в Каэр Морхене. Послушайте, это не все. Говорят о ней. Золтан. Да. Я знаю, где Цири. Так что же мы здесь делаем? Поехали за ней. Я-то поеду, но для тебя у меня другое задание. Я хочу, чтобы ты отправился в Каэр Морхен. Я привезу Цири туда. Вскоре после этого по крепости ударит дикая охота, и тогда твой топор нам очень пригодится. Можешь рассчитывать на меня и на мой топор. Спасибо, увидимся на месте. Весемир, Эскель и Ламберт уже там. Спокойно. Я хочу поговорить. К сожалению, я ничего не понимаю. Может, ты хочешь, чтобы я забрал тебя отсюда? Прости, но я не знаю, что тебе нужно. Взгляни-ка. Узнаешь? Вэй, Финн. Возьми. Мне эти бумаги все равно ни к чему. Ируид им додоиви. Хиаст. Не диди, не гейл. А ты чего здесь ищешь? Эта женщина-преступник. Ребенка забрала. Не ее. Не верь. Преступник должен умереть. Летин забираю домой. Я не позволю тебе обидеть женщину и забрать ребенка. Фэлли. Гэрел и Дефолд. Это мне? Финн дек, Эльфи. Летин. Спасибо. Летин и До. Удачи! Освободи меня! Умоляю! Почему тебя приковали? Меня подставили. На меня повесили убийство. Я не любил старого Гретера, но не хотел его смерти. Освободи меня, пожалуйста. Допустим, я тебе верю. Спасибо. Я тебе этого не забуду. У меня нечем тебе заплатить, но если мы еще когда-нибудь встретимся, я тебя отблагодарю. Идти сможешь? Не беспокойся обо мне. Сейчас отдохну минутку, и все будет хорошо. Спасибо за помощь. Дочь друга попросила меня о помощи. Я не привык отказывать в таких случаях. Это нелегко, но я должен попросить тебя об одолжении. Говори, друг. Я знаю, где Цири, но знаю также, что когда я до нее доберусь, дикая охота тотчас об этом узнает. Они придут за нами, и мы должны будем ответить на их удар. Я могу на тебя рассчитывать? С первой черные, теперь призраки. Ну что поделаешь. Приводи Цири сюда, и мы дадим им бой. Я не могу рисковать твоими людьми. Местом битвы станет Каэр Морхен. Каэр Морхен в сотнях миль отсюда. На то, чтобы перебросить туда войска, уйдут недели. Да и оставить острова беззащитными перед Нивгардом. Геррак, прости. Я не могу этого сделать. Понимаю. В таком случае я не буду отнимать у тебя время. Прощай. Постой. Я не оставлю тебя совсем без помощи. Пойдем со мной. Прекрасная работа. У тебя талантливый кузнец. Не у меня, а у короля Эрланда Анкрайта. У Эрланда Каменного Кулака? То есть это клинок зимы? Я думал, его не существует. Он выкован в Махакаме. Закален в огне дракона. Принадлежал роду Анкрайта в столетия. И теперь он твой. Спасибо. Я понимаю, как нелегко это для тебя. И тем дороже для меня твой дар. Пусть он хорошо тебе служит. Отправь этих призраков туда, откуда они явились. Так я и сделаю. Прощай. Продолжение следует... Твой дом сегодняшнего дня. Твой дом. У тебя рано? Мой отец тоже был такой бледный. А потом... Что-то долго ухни. Может, мы же тут заблудились? Мы уже 20 лет. Эх, жалко Грефера. Хороший был мужик. Да. И пил мало. А для этого сукина сына Йорга смерт на скале слишком мягкое наказание. Надо было с него шкуру спустить. Не говорите так. Мой брат был короткий. Тише, малышка. Ты не знаешь, что говоришь. Твой брат был скверный человек, преступник. Чем быстрее ты его забудешь, тем лучше. Что здесь случилось? Мой брат. Его приковали к скале. Это из-за меня. Почему из-за тебя? Мне... Мне не нравился этот дядька Гретер. Он был толстый, и от него воняло. Как-то раз я сказала брату, что дядя делал мне плохо. А Йорг взбеленился и его убил. А потом его схватили и приковали к скале. Такой у вас закон. Убийца должен быть наказан, даже если убил, чтобы спасти кого-то другого. Но... Но я соврала Йоргу. Дядя ничего мне не делал. Просто от него воняло, и он мне не нравился. А теперь Йорг умрет. С твоим братом ничего не случилось. Я его освободил. Думаю, он скоро передаст тебе весточку. Правда? Спасибо! Спасибо! Я больше никогда не буду врать. Обещаю! Полегче! Можем сделать это здесь? Дешевые девки? Или пойти ко мне? Эй, это наследство! Не я его выбирал! Зато от тебя зависит, что ты с ним будешь делать. Хочешь? Поэтому я и думаю... Чего быть особо. Вечно ты думаешь. Скажи, когда что-нибудь наконец решишь. В чем дело-то? Она надо мной издевается. Говорит, никакой я не артист, а просто бабник и бренчалая. Ты представляешь? Назвала меня бренчалой. Мне все больше нравится эта девушка. Да ну тебя. Ты не возмущайся, лучше докажи ей, что она ошибается. Как раз это я и собираюсь сделать. Я всегда мечтал открыть кабарей. И это место прекрасно для этого подойдет. Нужен только небольшой ремонт. Есть только одна загвоздка. Мне нужны деньги. Так что, если у тебя вдруг случится небольшой перерыв между утопцем и Кимой, может, поможешь старому приятелю? Чем я могу тебе помочь? Я когда-то встречался с одной девушкой с холастикой. Ее отец купец, возит пряности из зерекания. И ни в чем доченьке не отказывает. Вот у нее мы и займем. Кажется, припоминаю. Это не та, которую ты бросил, не сказав ни слова. Выскочил за вином и не вернулся. Так вот, зачем я купил эту бутылку. Это было уже довольно давно. Именно. Да и я немного изменился. И поэтому мне так нужна сила твоего авторитета. Ладно, говори, в чем дело. А то я чувствую, у тебя уже готов целый план. После нашего внезапного расставания с холастикой на меня, наверное, дуется. Но, думаю, если ты немного поможешь, она меня простит. А потом нас займёт. И чем я тебе помогу? Давай по порядку. Прежде всего, нужно одолжить тупой меч из реквизиторской мадам Ирен. Ну, знаешь, такой, каким пользуются во время представлений. Когда ты его добудешь, мы встретимся у дома с холастикой. Предположим, я соглашусь и схожу к мадам Ирен. А ты что будешь делать? Мне надо ещё кое-что закончить. Но обещаю управиться до тех пор, как ты вернёшься с мечом. Тогда я тебе всё расскажу. Допустим, но... Геральт, в этом плане нет никаких «но». Всё будет хорошо, вот увидишь. Возьми меч у мадам Ирен, и как стемнеет, увидимся у дома с холастикой. А старик, ну он в прошлый раз мне мадамчик оставил. Что? Мне он никогда ничего не дарил. А, кто давать не умеет, тот ничего и не получает. Что? Это я-то не умею! Для этого тоже нужен талант. И характер. Чёрные, ряданья. Лишь бы платили и не били. А ты всегда носишь такие штаны в обтяжку? Куда спешишь удалять? Что он опять задумал? Продолжение следует...